ладно опять придется записывать видео не все так просто он луна это брянская область 80 или 90 километров до брянска не доехал в общем мопед идеально хорошо ехал я слушал навигатор куда мне повернуть сколько проехать до следующего поворота ну и так далее как обычно это в принципе нормально но где-то после новомосковском они все знают они прям туда-сюда шныряют шашки играют нетерпеливо там сзади висят на хвосте как будто я местный и понимаю куда мне ехать но я в последние час последние часы этого дня стал забивать на тех кто нам не висит и ехал медленно в правой полосе в общем сегодня мне больше всего сложности доставил город орел в нем в нем очень много таких не пойму кстати это областной центр или нет надо будет уточнить я забыл в нем много таких перекрестков где сначала горит зеленая стрелка направо из этой полосы можно только направо поворачивать потом горит основной зеленой и уже и по стрелке можно прям ехать и из второй полосы можно прям ехать нигде не указано вот нет таких знаков синих где движение по полосам указано такого нет просто думай сам как хочешь поэтому я несколько раз ошибался и навигатор ничего не говорил там перестроиться туда или сюда потому что если будешь стоять те надо прямо ты будешь на стрелке стоять то ну вы садите не знаю что с тобой сделают в общем таких вещей было много а еще эти круговые движения хороших было всего два я никогда не понимал как там ездить там супер запутано все надо к ним привыкать и в общем тоже на этом круговом движении в орле минут 20 потерял объезжал назад туда-сюда вот так чё я думал я вот мимо ездили люди как вчера но они когда возвращались назад не стали ко мне подходить не надо ли чего там помочь вот второй вторая машина там мужик но парень с девушкой сидели как парень лет 30 наверно и вот они стали спрашивать чем мне надо я сказал типа закрепить ручку изолентой и давайте покажите мне магазин пожалуйста там рядом городок был не помню как его название может потом вспомню и они меня проводили до этого городка ехали мы километров сорок в час и никто нам не смел ничего там сигналить сзади все было нормально я приехал и мне пошел в магазин за этой штукой а сейчас на альфы не делают старые такие кронштейны которые объединены вместе с вот этой электрической ночи с корпусом электрической начинки и мне посоветовали хороший человек много оказывается хороших людей прикиньте ниже неожиданно чтобы купить кронштейна от ижа и он можно сказать почти один в один подошел вот его отдельно навесил на нем ручка к нему зеркало прикрутил и тросик просунул но пришлось тросик сильно удлинить максимально сейчас он схватывает только в конце хода ручки но это едет и ладно ручка кстати вроде поудобнее чем чем стандартная альфовская не знаю почему вот не знаю дизайн как как то она удобнее блин больно ну вот и так я проехал орел с тема на тему скачу орел и проехал после того как более-менее отремонтировал мопед и сейчас разбил палатку попробую костер сделать и пожарить бпшечку заварить конечно нельзя в путешествие так собираться ни в коем случае путешествие надо ехать с удовольствием а я вот торопился тороплюсь из-за этого все плохо получается у шлема еще визор зацарапан его вот помыть бы готове иногда приходится поднимать его потому что обстановку дорожную не видно и всякие насекомые в глаза попадают тоже не очень хорошо вот полный развал вот эти все тут он развалился вообще ну чё поделаешь не знаю чё теперь поделаешь я понял что все мы уязвимые существа нас легко попал повредить жизнь очень даже конечно но это ничего потому что на самом деле она бесконечна в общем я первую половину дня ругался сейчас стараюсь не ругаться потому что это забирает энергию толку нет никакого комаре я тут летает но у меня средства есть так ну что пока а